Новый клинический анализатор получил Камчатский онкологический диспансер. Учреждение продолжает оснащаться современным оборудованием в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» НАСПроекта здравоохранения. Клинический анализатор позволяет всего за несколько минут оценить состояние газового состава крови и уровня электролитов. Как рассказала исполняющая обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации Камчатского онкодиспансера Елена Дмитриева, данный прибор – настоящая лаборатория в миниатюре, выдающая результаты высокой точности. Наше отделение оказывает помощь в основном больным хирургического профиля. Здесь находятся послеоперационные больные, после больших обширных операций, когда из функций выключается много органов и находятся они у нас несколько суток порой, поэтому в рамках НАСПроекта наше отделение, наш диспансер продолжает оснащаться и мы получили очень важный прибор, необходимый для отделения анестезиологии и реанимации. Это прибор, который является газоанализатором. Елена Дмитриева добавила, что прибор очень мобилен и при отсутствии круглосуточной лабораторной службы благодаря ему можно определить показатели газа в крови, что необходимо реанимационным пациентам. Также можно определять электролиты. Аппарат очень прост в эксплуатации, с хорошей точностью и благодаря вот этому аппарату, то есть мы можем контролировать и проводить грамотно коррекцию грубых нарушений в системе гомеостаза. Он очень мобильный, то есть мы можем поднести его к кровати пациента и в течение пяти минут мы можем определить необходимые нам показатели, то есть это газовый состав крови, это электролитный состав крови, это различные буферные системы, ПАШ и так далее, кислотно-основное состояние, скажем так. Елена Дмитриева сообщила, что прибор позволяет всего за несколько минут провести все необходимые исследования, не отходя от постели больного. В систему анализатора включен полный спектр компонентов, нужных для исследования крови пациентов хирургического профиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова